Вечер добрый, друзья! Будем соблюдать хронологический порядок встречи, отправляемся на Дальний Восток и обращаем внимание на то, что происходило в матче во Владивостоке, где адмирал принимал омский авангард. Мечи благодаря победе по булитам в матче против Сибири получили возможность вновь побороться за первенство в своем дивизионе, соответственно, за вторую строчку в Восточной конференции, но адмирал у нас по-прежнему продолжает биться за восьмерку. Вот так шайба была заброшена первая в этом матче, 19-й минуту, и Зимчонок 1-0. Зубов увидел оставшегося одного Зимчонка, сделал передачу, успевает Артем подработать еще себе коньком перед тем, как забить. А вот так еще становится 2-0, это фрагмент второго отрезка, и Гюнге забивает. Очень хороший бросок, и не смог выручить Барулин с очень острого угла, но все-таки попадает. Проходит 2 минуты в этом матче, и авангард одну шайбу отыгрывает Александр Попов. Сначала вбрасывание сам выиграл, а потом отправил шайбу в сетку. Дальше смотрим, что было в этой встрече. Следующую шайбу пришлось ждать довольно долго. Вот здесь нарушение правил против Ванделя. Казалось бы, неумышленное удаление, но выбрасывал фищинг шайбу из зоны и попал в лицо игроку «Адмирала». «Адмирал» играет в большинстве, бросает по воротам Макаров один раз, но вот второй раз решил не бросать, а сделать передачу на Глазкова, и тот уже шайбу переправил ворот 3-1. Да, как раз прострел Макарова в расчете на то, чтобы Глазков подправил. Иван делает это четко и уменьшает шансы авангарда на выигрыш в этой игре. В оставшееся время «Авангард» не сумел ничего противопоставить соперника. И констатируем, вторую к ряду победу дальневосточной команды был обыгран недавно Салават Юлаев, теперь «Авангард». Если бы команда так вот играла с аутсайдерами чемпионата, наверное, никаких бы вопросов относительно попадания «Адмирала» в плей-офф не было бы. Несомненно, буквально 5-7 игр назад мы говорили о хорошем календаре для «Адмирала», да и «Адмирал» играл очень хорошо. Но потом, я говорю, непонятные какие-то матчи и действия «Авангарда» привели к тому, что сейчас вот они пытаются залезть в последний вагон «Восьмерки». И были обыграны такие команды, как «Авангард», вот сегодня «Омск», до этого «Уфа» и в то же время проигрывают «Нефтехимику» и «Витязю». Ну так вот смотришь на календарь игр «Адмирала» и сам не знаешь, чего ожидать, да, поскольку вот завтра «Авангард» команду, которую сегодня обыграли, и последние два матча против «Амура». То есть тоже встреча очень непредсказуемая, зная, как «Адмирал» недавно играл против того же «Амура». Все игры сейчас в конце чемпионата просто непредсказуемы. Мы это видим, каждый бьется, и просто предсказать исход встречи невозможно. То есть где-то «Адмирал» как способен взять 9 очков максимальное количество в этих матчах, так, в общем, способен и вообще ничего не взять. И тут же проиграть, в принципе, прямым конкурентам или тому, кто ниже в турнирной таблице. Ну вот «Авангард» у нас тоже три победы подряд было, и «Йокерита» обыгрывали, и «Сибирь» в прямом таком противостоянии за победу в дивизионе. И сегодня вот тоже, наверное, в некотором роде неожиданное поражение от «Адмирала». Ну, у многих болезнь такая, что могут у кого-то выиграть и тут же через день, через два проиграть. Но это доказывает уровень, уровень лиги, что команды все равно подтягиваются. И нет такого, как раньше, когда пять команд выигрывали у всех, и были там. Отрыв в очках был по 20 очков, но это было неинтересно. Ну, вот таким вот образом завершился матч во Владивостоке. «Адмирал» поздравляем с победой над «Авангардом». Завтра команды встретятся вновь, и посмотрим, как вторая серия этого противостояния пройдет. Ну, еще один матч на Дальнем Востоке сегодня состоялся. На этот раз «Амур» на своей площадке принимал «Астанинский» и «Борыс». «Амур» для себя уже все решил в текущем чемпионате. Команде осталось сыграть несколько встреч, и для них наступит отпуск. А вот «Борыс» собирается поиграть в плей-офф, но только пока непонятно, с какого места «Борыс» в этот самый плей-офф зайдет. Давайте смотреть, как развивались события на платином арене. Смотрим за большинством «Амура» и смотрим, что это большинство для хозяев заканчивается успехом. Дмитрий Тарасов. Разыграли все как по нотам, даже учитывая пас в падении защитника «Мянтеля». Теперь уже «Борыс» действует, имея численное превосходство, и забивает «Дастин Бойт». Дальше момент, который возникает у ворот Печурского. Опять же голевой бросок, и вновь большинство, и опять большинство оказывается результативным. На сей раз уже бросок Рязанцева достигает цели. 2-1. Классический розыгрыш большинства через защитника. Здесь не менее классический перевод «Далбом бросает», и Баченский оказывается первым на добивании. Во время прошлого большинства с пятачка забросил «Доус», теперь отличился Баченский. 2-2. Четыре заброшенные шайбы, и все они в большинстве. Ну вот теперь шайба была заброшена при игре в равных составах, отличился Жайлауов. Это фрагменты третьего периода, и забивая третью шайбу Амура Орлов. Подставляет под бросок, по-моему, Сафронов бросал и подставил клюшку под бросок Сафронова. Ну и вот за 7 минут с половиной до окончания основного времени «Доус» вновь выводит Борис вперед. Два игрока обыграли четырех игроков Амура. Здесь нарушение правил зафиксировано. Удаляется Дмитрий Лугин за толчок соперника клюшкой. Остальчане играют в большинстве, ну и забивают. Да, великолепно используют лишнего, все знают, как эта пятерка разыгрывает. И Баченский в очередной раз выбирает голевую позицию, а Лондин простреливает и впадает ему в клюшку. Констатируем победу Останчан со счетом 5-3. Важнейшая победа, поскольку Борис у нас сражается за пятую позицию в Восточной конференции. Основные конкуренты тракторы Салават Юлаев. Но вот если мы говорим, кто предпочтительнее Салават Юлаев или Борис, наверное Борис. Но если говорить о конкуренции с челябинцами, то трактор как-то постабильнее в последнее время. Не считаешь ли так? Ну не знаю. И трактор тоже как-то были такие моменты, когда и проигрывали, и выигрывали. И мы говорили о том, что какой-то спад начался у трактора. Но сейчас более-менее чуть выровнялась игра у челябинцев. Может быть где-то чуть-чуть постабильнее. Но не думаю, что Борис играет не так стабильно, как трактор. Все-таки у Бориса, мне кажется, что на данный момент Борис предпочтительнее выглядит. Во всяком случае, в использовании определенных моментов своих, которые они создают. У них есть прекрасная тройка, которая здорово играет в большинстве. И сегодня, наверное, игра в большинстве как раз оказалась ключевым фактором. Поскольку и у Амура неплохо получалось сегодня играть в большинстве. Две шайбы забросили. Но Борис забросил на одну шайбу больше и поэтому победил. Ну вот реализация моментов. Опять мы много говорим об этом. И сегодня, в принципе, Амур играл хорошо. И они могли взять сегодня какие-то очки. Но третий период они вышли, играли неплохо. Но при бросках 12 на 5 в сторону Амура они проиграли игру. Пять раз бросил Борис и забил две шайбы. То есть вот она реализация моментов. И, повторюсь, прекрасно играет тройка легионеров у Бориса. От игры тройки легионеров очень многое зависит в игре Бориса. Благодаря сегодняшнему успеху Астанчане прервали серию неудач, которая насчитывала три игры. Но Амур, в свою очередь, терпит уже третье поражение к ряду. Ну, для Амура, в общем-то, все понятно. Ну, хотя, да, вот в таком положении команда может создать неприятности сопернику, который сражается за место в плей-офф. Вот как раз будут две игры против Адмирала. Очень интересно будет посмотреть на то, чем это все закончится. Тем более, что перед этим Адмирал уже играл с Амуром. И сразу нельзя было сказать, кто выиграет. Хотя места были совершенно разные у команд. Поэтому посмотрим. Я думаю, что просто так очки Адмиралу в любом случае не достанут. Но здесь еще и фактор дерби. Конечно. Да, посмотрим, как команды сыграют совсем скоро. Ну, и завтра Амур, равно как и другой дальневосточный клуб, проведет повторную встречу. Дальше следуем в Новокузнецкой, где «Металлург» сегодня принимал уфимский Салават Юлаев. Тоже, в общем-то, вывеска чем-то схожая с предыдущей. Одна команда уже для себя все в этом сезоне закончила. Ну, а другая команда борется, ну, как мне кажется, за пятое место. Ну, а может быть, ну, скорее всего, за пятое место все-таки. Итак, давайте смотреть. Кузня против Салавата Юлаева. Последний матч между этими командами получился довольно веселым. Ну, а вот что было в этом матче. Пятая минута. Капризов 1-0 выводит Кузню вперед. Проходит всего лишь навсего 40 секунд. И Кузня уже выигрывает со счетом 2-0. Сто отличился. Сначала было удаление, и был назначен буллит в сторону Салавата Юлаева. Но, к сожалению, для Новокузнецкого был не использован. Да, не реализовал свою попытку Касауров. Ну, а вот, собственно, да, вторая шайба, которая оказалась в воротах Салавата Юлаева, отличился 100. Да, посчитали, что шайба уже выходит из зоны, и никто не успел помешать 100 одному на пятаке добить шайбу. Все побежали уже вперед. Да, здесь вот Сахацкий не очень здорово действовал на последнем рубеже. Не смог выручить он свою команду. На последней минуте первого периода была заброшена еще одна шайба, и этот гол в исполнении Анселя Галимова. 3-0. Да, опять контратака Кузни, и теперь уже спокойно забивает, выйдя один на один с Сахацким. Очень серьезный перевес Кузни заработала. Во втором периоде была заброшена и четвертая шайба Кузни комаристой отличился. Да, очередная ошибка, и теперь уже комаристы посылают шайбу между ног Ирвингу. Да, уже Ирвинг в воротах Салавата Юлаева появился. Ну, привычная картина, один начинает, если что-то идет не так, заканчивает другой галкипер. Салават Юлаев сумел размочить цифры на табло на 32-й минуте, отличился Алексей Глухов. Попадает Зубарев, бросает от борта, попадает Глухов в клюшку, шайба залетает в ворот. В середине третьего периода Кузня сумеет у нас забросить пятую шайбу, но эта шайба была заброшена после штрафного броска. Мне кажется, надо насладиться так, как исполнил комариста и буллит, без комментариев. Просто развалил вратаря. Да, былое преимущество в счете вновь восстановлено. В четыре шайбы. Красиво и непринужденно был обыгран Ирвинг. Две минуты прошло после этого успеха, и Кирилл Кольцов забросил вторую шайбу Салавата Юлаева. 5-2 счет стал. Время вроде как еще присутствовало. Слишком большой отрыв сделали для себя новокузнецкие хоккеисты. Да, и новокузнецкие хоккеисты победили со счетом 5-2. Я так предполагаю, что основным определяющим отрезком в этом матче был все-таки первый период, когда Кузня сумела забросить три безответные шайбы. И это очень сильно повлияло на настроение и, соответственно, на дальнейшие действия уфимцев. Ну, ты знаешь, есть такие в хоккее грубые ошибки, которые, почему они называются грубыми? Потому что, ну, их просто нельзя делать. И сегодня Салават Юлаев очень много допускал ошибок. И самые главные ошибки – это вот пропустив, во-первых, за 30 секунд две шайбы, начало встречи. То есть, не знаю, концентрация это или дисциплина. В любом случае, мы видели то, что Салават Юлаев просто не был готов к игре. Ну, и плюс булит, который не реализовали. И к тому еще третья шайба была заброшена за 20 секунд. То есть, опять-таки, вот она грубейшая ошибка. Ну, нельзя пропускать голы в раздевалку. Это просто убивает команду. Ну, а дальше при счете 0-3, ну, просто не смогли ничего сделать. Попытались, ну, забили две шайбы. Но я не увидел командной игры, вообще ничего не увидел. И играл Новокузнецк. Ребята старались, бились даже, несмотря на то, что, в принципе, им не надо ничего сейчас уже никому доказывать. Я имею в виду, что они на последнем месте и уже не исправят свою ситуацию никак. Ну, и при этом Салават Юлаев, который, вот, честно признаться, не знаю, чего уже хочет от этого сезона, вылета в первом раунде. Ну, с такой игрой, я думаю, что этот вылет в первом раунде будет довольно быстрым. Ну, самое удивительное, что они же доказывают, они умеют играть. И выигрывают хорошие команды, но с такими, или не до настроя, я не знаю, что происходит. Нет, ну, это все-таки, наверное, показатель класса, как так. Ты приезжаешь к команде, у которой можно взять три очка и поправить свое турнирное положение, но при этом валяешь дурака на протяжении первого периода. Тем более, Кузня сейчас, вот, вторая победа в пяти матчах, вот, несмотря на неудачи, вот, в этой серии, Кузня навязывала борьбу всем. Абсолютно. И ехать сюда как-то спустя рукава, надеяться на то, что Кузня тебе сейчас вот так на блюдечке с голубой каемочкой положит три очка, не очень правильно. Ну, конечно, нет, конечно, нет. Но здесь еще такой фактор дежавю. Помнишь, когда Фауа играла 4-1, да, и они... Ну, это психологический все-таки прилив сил такой. И сегодня уже Кузня выходила, мне кажется, в роли фаворита, так как они понимали, что, ну, почему бы нам не обыграть, почему бы нам не обыграть Уфу. В то время как Уфа тоже могла выходить с другим настроением, с другим настроем. Ну, приехали, сейчас мы у Новокузнецка возьмем три очка и поедем домой. То есть, это тоже надо учитывать. Просто не настроились, не донастроили. Ну, вот так вот и получилось. Уфа, по мнению Александра Гуськова, не настроилась должным образом на сегодняшнюю встречу. И за это поплатилась, потеряв три очка в матче с одним из аутсайдеров. Кузню можем поздравить с очень симпатичной игрой. И Кузня заработала три очка и немножечко там оторвалась от Амура, да, в борьбе за, ну, какое-то, тринадцатое место на Востоке. Давайте теперь передвигаться из Новокузнецка в Магнитогорск. Там играл еще один металлург, Магнитогорский металлург, который пока еще не потерял шансы на победу в Восточной конференции. И очень важно было сегодня взять очки в игре против Тольяттинской «Лады». «Лады», давайте смотреть, что было. Вторая минута приносит успех гостям. Дмитрий Огурцов реализует численное преимущество. Дальше смотрим. Это уже второй период и уже гол Кузни, Калетник забивает. Гол Магнитки, Калетник забивает. Да, Тимкин повозил тут Тольяттинцев, отдал Ибрагимову бросок. Ибрагимов и Калетник подкорректировал шайбу. 1-1. С таким счетом команды отправились на второй перерыв. Ну и самое интересное, команду приберегли на третий период. Сначала Александр Стрельцов вновь вывел «Ладу» вперед. Здесь по всем статьям мы можем назвать этот гол курьезным. Шайба, задев несколько игроков, и все-таки потом от Ибрагимова каким-то образом, по-моему, в середину клюшки попадает и все-таки залетает. Расстроен Кошечкин, конечно. Никто не ожидал такого события. Ну а здесь Магнитка в атаке и Магнитка сравнивает счет Ян Коварш. Да уж кто-кто, Зарипов умеет отдавать вот такие вот чудо-передачи. И причем делал это не глядя, и просто знал и чувствовал, что Коварш как раз там и находится. Через полторы минуты «Лада» вновь выходит вперед, уже в третий раз по ходу матча. «Лада» ушла в отрыв, на этот раз забросил Баранцев. Вроде бы вот роняет, делает хороший силовой прием Зарипов. И Баранцев как-то находит силы и время на бросок. И такое ощущение, что Кошечкин просто не ожидал, что он встанет и быстро бросит. Может быть и Баранцев не ожидал, что вообще эта атака. Что, скорее всего, вряд ли мог рассчитывать на то, что эта атака закончится успехом. Вот так вот Ян Коварш оформил в матче дубль. Подождал Коварш передачу на дальней штанге, и Брент в борьбе на пятаке доставляет шайбу. Острый угол, но этот Коварш, он, в принципе, забивает без проблем такие головы. Минуту и четыре секунды Лада не дотерпела, чтобы победить в основное время. Пропустили эту шайбу, а команды играли овертайм. И вот в этом дополнительном пятиминутном отрезке Лада вырвала все-таки два очка. За семь секунд до конца овертайма Дмитрий Воробьев поразил ворота. Это Василия Кошечкина, 4-3, победа Тольяттинской Лады в овертайме. Ну, вообще, по-хорошему, Лада должна была побеждать в основное время. Вот нет опыта вот этого, чтобы дотянуть. Вот как раз, ну, там оставалось, там какие-то секунды оставались, да, буквально. Ну, вот, когда надо потерпеть, надо как-то сыграть по-другому, попроще. Ну, не знаю, им тренер должен об этом говорить, как играть. Возможно, выбрана была какая-то там, я не знаю, тактика другая. Но факт в том, что они проиграли. Но это еще и надо похвалить, конечно, Магнитку. Они показывают просто, что у них команда, у них есть такое... Такое первое звено. Первое звено, которое, в принципе, все матчи практически выигрывает. Ну, я хотел сказать о характере команды. Вот есть у них характер такой. Далеко ходить не надо, возьмем игру с Нижнекамском, когда они просто сумасшедшие матчи, там, по-моему, за последнюю минуту они просто забили два гола, и Нижнекамск поехал без очков домой. Хотя команда там могла рассчитывать на очки. И все-таки по поводу лады. Да, вот аппетит, естественно, приходит во время еды. Ты приезжаешь в Магнитку и понимаешь, что вот против этой Магнитки, которая сражается за первое место, биться за три очка очень сложно. Но когда ты видишь, что игра складывается для тебя, когда ты лидируешь и уводишь из Магнитка только два очка, вот есть некоторые осады. Ну, конечно, сегодня Лада действовала очень дисциплинированно. И мы уже не раз говорили, что как играет Лада, она играет от обороны. И, на мой взгляд, если бы не первое звено Магнитки, которое просто сегодня опять сотворило два гола, и я думаю, играя с другой командой, все-таки Лада бы дотерпела, и три очка заработали бы они сегодня. Вообще удивляет, кто сегодня за Тольятти забрасывал. У нас три шайбы в исполнении защитников, но не самых забивных, воробьев, баранцев, огурцов. И причем два гола Огурцова и Воробьева были заброшены ими с позиции нападающего. Один из пятака добил, а второй вообще оказался за воротами при игре 4 на 4 в овертайме. То есть, в принципе, это редкость для защитников. Да, Лада зарабатывает для себя важнейшие два очка. Лада по-прежнему продолжает бороться за восьмую позицию. Теперь из Магнитогорска держим путь в Челябинск. Трактор сегодня принимал ханты-мансийскую игру. Не так давно команды уже встречались, но точнее в минувшую среду. Команды играли в ханты-мансийске. Там челябинцы победили в овертайме. Давайте посмотрим, как домашний матч сложился для подопечных Андрея Николишина. Итак, арена-трактор, Дэрон Куинт, Николай Лентюгов. Все в сборе, все на месте. Все приступили к матчу. Давайте смотреть, как шайбы забрасывались. Отбегая вперед, скажем, что их было сегодня в Челябинске немало. Одиннадцатая минута принесла успех гостям. Ларсон 1-0. Ларсон поехал открываться на пятак. И все смотрели на шайбу. Прошла передача. Здорово замкнул Ларсон. С середины второго периода большинство трактора и отправляет шайбу под перекладину Чистов. Один-один в большинстве. Показал Чистов, что дать ему бросить суббой на позиции, тогда шансов у вратаря, конечно, немного. В этом эпизоде, я думаю, Браст на себе это прочувствовал. Слишком хороший бросок получился у Стаса. Просто только успел поднять чуть плечо Браст. Еще одна шайба была заброшена в этом периоде. И она вновь была в исполнении хозяев. На этот раз отличился Ружечка. Несколько бросков. Тут шайба мечется. И Ружечка в окружении двух игроков Югры. Оказывается, растороп не всех. Да. Не сумел в шпагате дотянуться до шайбы Браст. Ну а вот так дубль, собственно, оформила Ружечка. Вновь с близкой дистанции. Но теперь уже вправо от себя угол направляет шайбу. Да, и снова его похвалим. Первым он оказывается на убедивании. Ну, умеет выбрать позицию. Есть чутье голевое. Через минуту состоялся еще один дубль. Успех отпраздновал Ларсон. Ларсон опять-таки оказывается на месте нападающего. И подправляет шайбу, которую бросал защитник от синей линии. Еще одна шайба была заброшена в этом матче. И она была заброшена Артемом Пеньковским в пустые ворота. Трактор побеждает со счетом 4-2. Трактор набирает у нас очки уже в пяти матчах к ряду. Пяти матчах к ряду. Ну а Югра терпит уже четвертое подряд поражение. В общем-то, трактору очки нужнее сейчас. Трактор их взял. И очки нужнее, и надо находить игру. Все-таки в плей-офф надо заходить, наверное, с таким... Не столько с настроением, сколько с уверенностью в том, что ты будешь выигрывать, а не просто участвовать в этом плей-оффе. Ну, у трактора была уверенность. Мы вспоминаем ту серию. Потом вот эта вот уверенность куда-то пропала. Но если смотреть на последние результаты, да, были поражения. Ну, трактор, тем не менее, набирает очки. Это, наверное, как раз возвращает трактор вот в то прежнее состояние. Более уверенное состояние. Да, и это важно. Вот, повторюсь, в преддверии плей-офф. Они стараются... Пусть иногда не получается все-таки, если брать игру в Югре, да, в овертайме только сумели добиться результата. Но, по крайней мере, вот вторую игру мы видим сегодня уверенно, уверенно обыграли. И было видно, что ребята как раз поймали вот эту уверенность. И играют, получают удовольствие. И большинство хорошо сработало. Все игроки отработали. Я думаю, Андрей Николишин должен быть доволен в сегодняшней игре и команде. Ну, вот одни лидеры куда-то пропадают, появляются новые. Ружечка стал сейчас забивать. Очень важные шайбы он сейчас забрасывает за Челябинский трактор. Сегодня дубль Мартина Ружечки позволил трактору взять три очка, которые укрепили позиции трактора на пятой строчке. Теперь нас с вами ожидает татарстанское дерби. Оно сегодня прошло в Казани на Татнефтьарене. Акбарс принимал Нижнекамский нефтехимик. Акбарс мог воспользоваться осечкой магнитогорского металлурга и упрочить свои позиции в дивизионе, ну и, соответственно, на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. Ну, а Нижнекамск мы знаем. Он продолжает биться за восьмое место. Удивительно, что вот эти вот шансы у нефтехимика все еще есть. Вот такую потрясающую шайбу забросил Павел Сдунов. Да, великолепное действие Сдунова в этом моменте. Сначала Финц разворот, потом продемонстрировал то, что он не выключился и добил шайбу в ворот. Еще одна шайба была заброшена в первом периоде, и вновь она на счету Павла Сдунова. Да, даем должное. Как здорово отдал пас Рыбин. Показал, что будет бросать. В последний момент отдал пустые ворота Сдунову. Вот здесь достается к кисту Казанского Акбарса, нарушил правила Брынцев, уселся на скамейку оштрафованных, и Казанский клуб сумел реализовать преимущество. Игорь Мирнов забил. Подключился Рылов, не дали ему бросить на шайбу, оказалось у Мирнова с острого угла, но все-таки нашел дырочку, забил. Очень тяжело, конечно, с такой позиции протолкнуть шайб ворот. Ну да. Акбарс проиграл, Акбарс проиграл уже во втором матче подряд. То есть было поражение от Лады домашнее, и вот здесь неудача как-то так вот настигла Акбарс. Как-то вот все неспокойно вот в этом татарстанском королевстве до сих пор. У многих сейчас неспокойно, но это подтверждает то, что вот те команды, которые вот сейчас цепляются все-таки за игры и плей-офф, сейчас с ними играть очень тяжело. И Нижний Камс, который набрал ход, да, к сожалению, поздно, если бы чуть раньше были бы другие совершенно результаты. Но я думаю, что в плей-офф совершенно по-другому будет играть Акбарс. Ну, лучше сейчас проигрывать и сейчас сделать выводы, чем когда плей-офф начнется разбирать свои ошибки. Ну, как бы не поздно. Плей-офф-то у нас стартует сразу. Что называется, с корабля на балл. Это же не то, что у тебя там недели перерыва есть, возможность как-то там раны залезать, провести серьезную работу над ошибками. Вот там буквально два дня и вперед. Ну, в любом случае, Глядинову придется поработать, потому что такая игра, я думаю, его не устраивает. Тем более с такими соперниками, потому что там будут совершенно другие команды и будут играть совершенно по-другому. Я думаю, ну, должны они выпутаться из этой ситуации. Тем более, что пока это нормально. Две игры, это не четыре, как было у них. Ну, просто сейчас подвисает первое место для Акбарса. Я думаю, что в Казани хотят выиграть конференцию, занять первое место, получить преимущество своего льда. Во всех раундах, да, по крайней мере, в разборках своей конференции. А сейчас вот что-то неладное. И это хорошо, что Магнитка сегодня очки потеряла. Ну, опять-таки, говорим о том, что команды хорошие, и также и Магнитка теряют. Правильно? Тогда мы можем и про Магнитку говорить, что у них не все хорошо. Может быть, мы посмотрим с той стороны, что у других команд, вот у Лада и у Нефтехимика сейчас все хорошо, а не так плохо у Казани, например. То есть лучше сейчас Ладу и Нефтехимик в зону плей-офф, чем лидеров. Они в лучшей форме подходят сейчас к завершению регулярного чемпионата. Нет, проблема есть, несомненно. Но это, я думаю, что тренеры должны решать эти проблемы. И чем быстрее они это сделают, тем лучше. Ну да. Посмотрим, сумеет ли разрешить свои проблемы Зинтолоби Лединов еще до начала плей-офф. Нефтехимик поздравляем с очень приятной победой в татарстанском дерби. Это все-таки не пустые слова. Нефтехимик выиграл и взял три очка. В Ярославле Локомотив сегодня ждал в гости хоккейный клуб Сочи. Это уже шестая встреча между командами в текущем чемпионате. В предыдущих четырех матчах из пяти победу отпраздновал Ярославский Локомотив. Сумел ли он выиграть сегодня вновь, мы сейчас с вами и узнаем. Локомотив провел тяжелую встречу против московского «Динамо». Выиграл со счетом 4-3. Вот тоже вопрос, остались ли силы после того тяжелого матча. Вот старт игры и Радулов, старший Радулов отправляет шайбу в ворота. 1-0. Бросок защитника. Игроки Локомотива пошли на подбор шайбы в то время, как Радулов остался один. И именно к нему она и отскочила. Второй период пошел. И во втором периоде Локомотив сумел отыграться. Йонас Холес переиграл голкипера Сочи. Такая атака получилась 4-3, вывели подбросок Холеса, бросок с кистей, и Гаврилов пропускает. Ну вот смотрим, что у нас произошло в овертайме. Такая курьезная шайба, борьба с заворотами, попадает в голову Кронвеллу, и в результате шайба очутилась. Это суперкурьезная шайба, тут никто просто не мог такого развития событий ожидать. Ни Кронвелль, которому шайба попадает в голову, по-моему, в грудь, да, и Колесник. Ну, в общем, все сошлось. Очень повезло сегодня сочинцам, ну, по крайней мере, вот в этом втором голе. Да, все сошлось, хоккейный клуб Сочи выиграл, ну, вот вторая победа, уже вторая подряд победа над Локомотивом вот в этом противостоянии в регулярном чемпионате. Но, тем не менее, Локомотив может занести вот это сражение против Сочи в свой актив. После матча мы пообщались с автором, в общем-то, победной шайбы, да, именно Игорь Игнатушкин, последним, кто из хоккеистов Сочи, коснулся шайбы. Он прокомментировал вот тот самый эпизод, который произошел в овертайме, ну, и вообще подвел итоги матча в Ярославле. Да, что рассказать, курьезные голы, не часто такие забиваются, да, и, ну, значит, удача была все на нашей стороне, и Бог нам помог взять два очка. Там последний матч домашний показал, что мы можем играть все двух соперников, мы настраивались сегодня на бой, нам тоже нужны очки, нам нужно уходить в полок, поэтому сегодня спрождались вся команда, и все молодцы сегодня, и дослужные взяли два очка. Ну, может быть, с реализацией, да, но хорошо, что есть моменты, да, может быть, не забили, но ничего страшного, здорово у нас Гаврилов отстоял, да, в выездную серию, и, ну, если выиграли 2-1, значит, так и должно было быть. Игорь Игнатушкин, нападающий хоккейного клуба Сочи, выиграли 2-1, значит, и должно было так быть, ну, и Локомотив, и Сочи имеют очень хорошие шансы, ну, Локомотив в любом случае сыграет в плей-офф, а Сочи, вот, благодаря этим двум очкам, еще больше приблизился к Кубку Гагарина в этом году. Давайте смотреть на события в городе Череповце, где Северсталь сегодня принимала хоккейный клуб Слован, который очень крупно попал недавно в Москве со счетом 0-12, ну, и сезон для Слована вот так вот плачевно заканчивается. И вот фрагменты, фрагменты этого матча. Второй период позволил отличиться Кагарлицкому. Монс прессинговал защитника, и шайба каким-то образом оказалась у Кагарлицкого, и просто одним касанием послал ее в сетку. Да, еще один голевой бросок состоялся во втором отрезке для Череповчан Сергей Монахов, делая еще 2-0. Ну, так затолкали, так по-хоккейному. Бросок Стасенко, борьба, и Монахов выигрывает эту борьбу и забивает. Третий период пошел. Хорошее преимущество у Северстали, но Северсталь чуть было не разбазарило это преимущество. Сначала Надь забивает на второй минуте третьего периода. Шикарный розыгрыш, конечно. 3 в 3, потом сделали преимущество и забили. Через 6 минут Северсталь опять лидирует с разницей в две шайбы. Отличился Чернов. Не менее красиво. Отмечаем пас, какой шикарный сделал Монс на Кагарлицкого. А, на Чернов. Еще 2 минуты в матч проходит, и шайба оказывается в воротах Штепаныка. На сей раз отличился Тичер. Обоюдные ошибки команд. Остаются одни игроки на пятаке, завершают атаку, выводят одним пасом на вратарях. Да, в большинстве в этот момент играла Северсталь, и Северсталь отпраздновала успех. Голевой бросок на счету Кавышина. 4-2. Не понравилось тут слово, но что они проигрывают, и какая-то потасовка. Но гол просто выезжал, прострел. Опять-таки, не без доли везения шайба попадает в ворот. Северсталь выигрывает. Северсталь выигрывает уже пятый раз в шести последних матчах. То есть показатель очень хороший, но тут вот незадача. И прямые конкуренты тоже в основном побеждают, если речь идет о Торпедо и Сочи. О главных конкурентах Северстали сейчас. Бывают такие ситуации, когда от тебя не все зависит. То есть вот они как раз те очки, сейчас, я думаю, Северсталь об этом вспоминает, про те очки, которые они могли взять чуть раньше. А когда ты оказываешься в таком положении, что ты выигрываешь, но там наверху так же все добывают очки. На данный момент оказывается очень обидно, что тебе не хватает чуть-чуть для того, чтобы в восьмерку залезть. Да, может быть, вот этого вот чуть-чуть Северсталей не хватит, чтобы оказаться в восьмерке. Сегодня очередная серия московского дерби состоялась. ЦСКА против московского Динамо. Последний матч между этими командами, который прошел вот как раз здесь, в ЛДС, ЦСКА закончился минимальным успехом столичных армейцев. Ну и давайте смотреть, как сегодняшняя встреча сложилась для этих команд. Тренеры команд, которые соперничали в воротах Динамо Еременко, в воротах ЦСКА Галимов. Ну и сразу же за работу взялись голкиперы с самого начала матча. Вообще бодренькая встреча получилась, в том числе и в первом периоде. Вратарям пришлось потрудиться поработать. Да, и Галимов, и Еременко показали себя с лучшей стороны. Ну здесь, в этом эпизоде Галимов получает травму, и молодому Сорокину приходится его заменять. Да, и вот именно молодой Сорокин в одном из эпизодов, во втором периоде, не справился с броском Карсумса. Ну здесь великолепно игроки Динамо разыграли эту позиционную атаку. Казалось бы, вроде Зайцев играет с Карсумсом, но успевает он подставить клюшку и в пустые ворота переправить шайбу. Но все равно сложно как-то винить, да, вот в этом эпизоде Галкипера. Шайба был, пас хороший, ничего не смог сделать. Ну и здесь ничего не смог сделать Сорокин. Плотный бросок, и на добивании очень здорово играет Далговинш. Выцарапал он из щитков там вот шайбу, и Косилевич не успевает отобрать и помешать ему забить. Да, и Далговинш отправляет вторую шайбу в ворота ЦСКА. Александр Еременко сегодня справился с 32 бросками. Вновь он стал главным героем такого топового матча для московского Динамо. Я думаю, ты не поспоришь с тем, что во многом благодаря Еременко сегодня динамовцы отпраздновали победу. Я с тобой соглашусь, и то, что вот я приметил в первом периоде, очень хорошее начало было у ЦСКА. И вот были моменты, было очень много таких бросков опасных. Как раз вот в эти моменты, я бы сказал, Еременко остудил пыл армейцев и как-то вот успокоил игру. И самое главное, что почувствовали уверенность хоккеиста Динамо. Если вратарь выручает, значит, надо его тоже выручить. И они забили очень хорошие голы, красивые. Но, повторюсь, возможно, то, что травма Галимова как-то сказалась на этой игре. Но я думаю, что Сорокин провел тоже очень хороший матч. И в двух голах его вины я, по крайней мере, не увидел. Давайте послушаем мнение одного из участников сегодняшнего матча. Андрей Юртаев пообщался с Евгением Коротковым, нападающим ЦСКА. В принципе, многое не получилось в этой игре для нас. Для Динамо многое получилось. Где-то, может быть, не реализовали свои моменты. И моментов мало создавали. Плохо сыграли, в общем. В чем причина? В том, что, наверное, какие-то предыдущие победы, может быть, расслабили? Или просто что-то другое? Физических сил не хватило? Да не знаю, честно говоря. Честно даже не знаю, что произошло. Будем готовиться к следующим играм. Я думаю, что ничего страшного. Впереди еще одна игра у нас с Динамо. Там будет битва, я считаю. Ну, вы уже, команда давно зарезервировала место в плей-офф, получили титул чемпионов России. Это как-то дает вам психологическое преимущество на следующем матче? Ну, я уже говорил неоднократно, что мы даже о чемпионстве России не думаем. Для нас каждый матч, в принципе, битва, подготовка к плей-оффу. Нам надо готовиться к важным играм. Впереди важные игры. Евгений Коротков, нападающий ЦСКА. Дальше, дальше посмотрим на события матча в Нижнем Новгороде. Торпеда сегодня принимала Загребский Медвещак. Нижегородцы сейчас набрали очень хороший ход и останавливаются. Они однозначно не собирались, хотели выиграть очередную для себя встречу. Ну, а для Медвещака сезон, в общем-то, тоже близится к завершению. Медвещак не сумел в этом году пробиться в зону восьми. Вот так была заброшена первая шайба в этом матче. Отличился Иманин. 1-0. Мастерство двух регионеров торпеды позволило забить этот гол. Салминен отдает передачу, а Иманин касание завершает. Да, а вот здесь гол в исполнении Васильева. Не стал Васильев сразу бросать отсид линии. Увидел, что можно подъехать чуть ближе. Сделал паузу и бросил в правый угол. Очень точно. Во втором периоде мы увидели еще один гол. На сей раз он был в исполнении гостей Джеймс Райт. 2-1. Отскок шайбы после броска приходится прямо на клюшку. Райт оставался только попасть в ворот. Да, он попал. Вот третий период и бросок от Краснослободца. Очень хороший бросок. В дальний угол, в притирку со штангой. Шайбу отправил и огорчил хитро. Да, учитывая то, что торпеды играл в большинстве, не стали останавливаться в зоне. Вошел и хорошо бросил. Вот уже 7 побед для торпеда. Команда входит в плей-офф в хорошем настроении. Да, уникальный результат, учитывая то, что недавно была практически такая серия из поражений. Ну, выбрались они из этой ямы и сейчас с хорошими эмоциями, с хорошей игрой войдут в плей-офф. А то, что они войдут, это не сомненно. Уже никто не сомневается. Ну, и еще одна игра состоялась сегодня. Эта встреча тоже, в общем-то, вызывала неподдельный интерес у болельщиков. СКА дома принимал финский Йокерит. Четвертая и последняя игра между командами в рамках регулярного чемпионата. Перед этой игрой преимущество в противостоянии было на стороне СКА со счетом 2-1. СКА вновь играл против Артемия Панарина. Вот так была заброшена первая шайба в матче. Незадолго до окончания первого периода отличился Рукавишников. Бросок от синей линии, опять закрывают вратаря. Очень много таких голов, и шайба падает в ворот. Ну, вот это уже второй период, и тоже гол защитника Лаюнина. Ну, здесь как бы бросок не из самых сильных и не берущихся таких, но Коскин, как мне кажется, контролировал все. Ну, вот она летела, она как-то радиоуправляема, так скажем. Основное время 1-1, в овертайме ни одна из команд не смогла отличиться, а в булитной перестрелке решающий бросок был на счету Петра Хохрякова. СКА побеждает, СКА побеждает, ну, и таким вот образом увеличивает отрыв от Йокерита и сохраняет шансы на серебро по итогам регулярного чемпионата. Ну, вот такие матчи сегодня, да, 11 штук состоялось. Давайте к рубрикам нашим потихонечку передвигаться и посмотрим лучший момент игрового дня. Вот этот эпизод выбран из матча «Локомотив-Сочи». Та самая курьезная шайба. Лучший момент дня для Сочи сегодня. Да, и, так скажем, не знаю, приятно забивать такие голы или нет. В любом случае, Игнатушкину записан очередной гол, и, наверное, все рады, и сам Игнатушкин, и команда из Сочи. Ну, правда, удача улыбнулась, и шайба там ковырялась, да, вот в сторону партнера попадает там в ключицу, в голову у Кронвелл. Ну, очень-очень неприятно, конечно. Я представляю, как себя чувствует тот же Кронвелл и там Виталий Колесник, что, ну, такие шайбы, которые не должны, в принципе, залетать вот таким курьезом. С одной стороны, можно было избежать этого гола, с другой стороны, глядя на ситуацию, как она разворачивалась, увернуться от этой шайбы, Кронвеллу было крайне сложно среагировать Колеснику тем более. Давайте на тройку лучших игроков посмотрим по итогам воскресенья. Вот эти люди. Вот эти люди. Александр Еременко, очередной бесподобный матч, 32 сейва в игре. Брэндон Баченский, две заброшенные шайбы, две результативные передачи, показатель полезности, плюс один. Ну, и отмечаем Павла Сдунова, два гола в Казани, один гол очень красивый, ну, и вторая шайба позволила выиграть сегодня нефтехимику на Татнефтьарене, завоевать очень важные три очка, которые сейчас позволяют нефтехимику еще надеяться на благоприятное завершение кампании. Турнирная таблица нас с вами ожидает, западные и восточные конференции. Вот что на западе ЦСКА первый, ну, ЦСКА так и останется первым, ЦСКА-чемпион, впервые за 26 лет, ну, чемпиона регулярного чемпионата, здесь нужно уточнять, Северсталь благодаря победе сумела опередить Витязь. Ну, и вот есть еще какие-то шансы, но чем эта борьба закончится, в том числе и для Северстали, пока непонятно. Акбарс проиграл, но он по-прежнему первый, Магнитка проиграл, но она по-прежнему третий, Авангард сегодня проиграл, вот так вот синхронно все лидеры сегодня оступились. Трактор пятый, Борис шестой, Салават Юлаев седьмой. Ну, и вот, да, места с девятого по четырнадцатые. Вот такие вот позиции. Если завтра плей-офф, да, мы можем посмотреть, что бы получилось. Вот именно завтра, да, но до плей-оффа еще придется нам немножечко подождать. ЦСКА Сочи, СКА Торпеда, вот интересная пара, очень интересная пара. Да, учитывая, как играет в последнее время Торпедовца. И СКА в Нижнем. И СКА в Нижнем, кстати, вот в этом сезоне СКА хоть выиграл в Нижнем Новгороде, но выиграл только по булитам, если ты помнишь. При счете 0-0. При счете 0-0, и вообще в Нижнем Новгороде СКА не побеждал пять лет. То есть вот тоже, да, если сыграют, это будет очень интересно, очень любопытно. Наверное, может быть, СКА захочет уйти от этого спарринга с торпедовцами. Ну, тут нужно очень постараться, да, поскольку тут на третье место нырнуть, нужно, наверное, все проиграть еще с учетом того, что... Конечно, это сложно сделать, но я не думаю, что Питер будет этим заниматься. Ну, посмотрим, да. Ну, и давайте взглянем, что нам на завтра приготовил календарь. Вот какие встречи пройдут в понедельник. Два матча, два дальневосточных матча. Амур вновь сыграет против Бориса. Встреча начнется в 12.00 по московскому времени. Ну, и через час стартует матч против Адмирала. Матч против... Матч Адмирала против Омского Авангарда. Ну, вот Адмиралу, да, очки нужны просто позарез, и для команды, ну, это фактически один из последних шансов. Ну, я бы даже сказал последний шанс, потому что осталось, по-моему, три игры. Три игры, ну, а потом матч против Амора. Две игры в Хабаровске и в Владивостоке. Опять-таки, как они закончатся, никто не знает. У них сейчас шансы, вот каждый день, каждая игра – это последний шанс. Поэтому им надо брать очки в любом случае. Ну, вот и посмотрим, сумеет ли взять завтра очки хоккейный клуб из Владивостока. Завтра об этих встречах мы детально поговорим в студии КХЛ-ТВ. На этом все для вас. Сегодня в эфире КХЛ подробно Владимир Гучек и Александр Гуськов. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok